Ой, смешно. Ой, просто смешно. Нет, глаза не опухшие, глаза просто пьяные. Немножко. Я шучу. Скорая там что, бомж откинулась? Или кого-то переехали? У меня просто опять лицо потное. Что они так смотрят? За вами, блядь, отправили личного водителя. Почему так смешно? Вот просто вам живой пример того, что я говорила, что я просто иду по улице, но сейчас я выгляжу довольно вызывающе. У меня такая майка как бы. Типа там все как бы видно, но короче, кек. Вот опять вибикует! Какого черта? Блин, так льстит. Потому что я соска. Но сейчас я похудею, буду прям вообще сос. Я сегодня взвесилась. Я не буду вам говорить, сколько я вешу, но я охренела. Я никогда бы в жизни не сказала, что я столько вешу. Я очень много вешу для своего роста. И я вообще не выгляжу на эти на этот вес. И я такая, блин. Я даже сегодня у ребят спрашиваю. Я говорю, неужели я реально выгляжу настолько. Все такие, нет, ты чё? Ну, я оправдываю это, что это мышечная масса. Они жировая. Тиры-пыры. Вот. У меня рост 170. Кости тяжелые. Да все это херня. Ой, еще будет там тачка на аварийке. Господи, лишь бы не доебались. Когда когда личный водитель когда прислали личного водителя ты ответила не до свидания, а потом поняла, что это был Лексус. Короче, я смеюся в голос. Я вот сейчас иду и думаю, где мне купить блин, сколько сейчас времени? Час ночи, куриную, блядь, грудку. Да, конечно. Нужно уехать пораньше, чтобы сходить за продуктами. Посмотрите в эти глазки. Вы думаете... Короче, я как обычно, блин, в вафельнице сраная. Все про вафлила. Меня так мама называет. Меня мама называет вафельница. Я такая, сама вафельница. Вафельница звучит вроде не очень оскорбительно, но капец как обидно. То есть это не матерное слово. То есть это не абсцентная лексика. Это жаргон, наверное, вероятно. Ну, да, это жаргон. Но, блин. То есть это не абсцентная лексика. Это жаргон, наверное, вероятнее. Ну, да, это жаргон. Но, блин. Когда я возвращаюсь четвертый раз домой, потому что, я не знаю, забыла паспорт, и мама такая, ой, опять вафельница вернулась. Я такая, блин, мам, ну хватит, ну я не вафельница. Короче. Блин, сегодня какой-то скучный, скучная дорога домой. Всего один раз пристали. Я что, зря шортики надевала? Ой, не могу. Кто знает, вот, может быть, вот однажды я буду так идти домой, подъездить какой-нибудь красавчик на Мерседесе, и я такая, ну ладно, давай познакомимся. Ужас. Ты их обламываешь. Ну, блин, они все хачи. Не то, что я имею что-то против русской национальности, но... Ой, не русской национальности, но... Мой папа с детства мне говорил, что мне нельзя разговаривать с людьми, тем более садиться к ним в машины, если я их не знаю. Поэтому... Только если они и красавчики. Такого папа не говорил, но этот вывод я сделала сама. Конец. Хотя, даже если он красавчик, он, вероятно, не все может быть полным мудаком с комплексом Бога. Знакома, капец. Иду. Блин, короче, сегодня такой крутой вечер был вообще. Встретилась с Таней. Приехали в парк Горького. К ребятам, к Илье, к Мишке, к Марго, к Дане. Тусили, короче. Блин, так ржали, капец, очень. А потом Илья такой, Илья сидел грустный, и я такая, думаю, блин, что он сидит грустный? А мы такие сегодня были, типа, мими-ми-ми парочка, мы все время сидели в Амнимочку, и я такая, сажусь ему на шею, когда он сидит на лавочке, и думаю, ну что он грустит? И тут этот мудозвон, блядь, встает, и начинает бежать, а я у него на шее сижу. И, короче, в конечном итоге этот дурак, блин, упал, и я думаю, господи, как хорошо, что я не впечаталась просто лицом в асфальт. Это было очень круто. Вот. А сколько тебе нужно бокалов, что прям в говно? Ой, очень много. Не знаю. Я обычно, когда в говно упиваюсь, ну это бывает очень-очень редко, там, я не вижу в этом просто, во-первых, смысла, а во-вторых, когда это происходит, то есть это, ну, просто капец, какое огромное количество алкоголя. Последний раз это было 5 июня, и все, в ближайшее время я не собираюсь упиваться в говно. Бокальчик вина можно выпить вечером с друзьями. Это полезно для здоровья и, ну, только если вам есть 18, конечно. Вот. поэтому как бы бокальчик вина могу себе позволить. У меня дома еще бутылка. У меня просто большие бокалы дома. Вот, смеюсь. мне 18. Ой, мне еще, знаете, чудес, что, когда со мной знакомятся, мне спрашивают, а тебе точно 18? Я такая, типа, блин, да, паспорт показать. Они такие, блин, ты выглядишь на 16. Я такая, окей, ты что, педофил? тогда заняться со мной знакомишься. Извините, что так темно, просто я иду во дворе в магазин, блядь. Я упала в люк. Нет, мне не страшно. Я ничего не боюсь. Я самая бесстрашная девушка на планете. Я перепутала, думала, что любовь. Мой плейлист. Что, Ксюш, что у вас было? Слышишь? Чего, Тань? Рука устала снимать, там машины есть. Домой иди. Я иду покупать куриную грудку. Я надеюсь, что это какой-нибудь красавчик на BMW, но мечтать невредно. Ну, 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 ну. Нет, это не сам жук. Фу. И там, походу, Серега, как на версии. Зима просто появился, блядь, и ушел, и уехал. Смешно. Какой алкогольный напиток самый вкусный. Так. Ну, как такой красотки, не найти красавчик. Знаете, не все золото, что блестит. Можно вытащить человека из грязи, но не грязь из человека. Это очень грустно. Как говорила моя мама, а она такого не говорила, это говорила я. Если человек говно, он останется говном. Вот. Поэтому я дружу со страшными. Привет, Таня. Ладно, шучу, ты не страшная. Ты красивая. Это просто была шутка. Я надеюсь, что там не сидят никакие озабоченные мужики. Хотя сегодня вторник, сейчас ночи. Поэтому там никого не должно быть. Просто я живу прям с тусовочной улицей. Причем улица такая, ну, там такие бары заведения, где средний счет выходит тысяч на двадцать и как бы ошибнула. Ясно. А нет, кто-то сидит над шортом стянуть пониже. Там у меня полбуки видно. Скажите, купай нормальный натурал, купит красный BMW. Правильный ответ никакой. Так и живу. Как ты борешься с плохим настроением? Я не знаю. Я борюсь с плохим настроением гулять с друзьями. Типа. не знаю. Я считаю, что всегда можно найти себе дел, даже если тебе делать реально нечего. Не знаю, почитать, что-нибудь выучить стихотворение. я вот в последнее время вообще на это подсела. Я в день себе ставлю задачу выучить стихотворение. Но у меня уходит на это максимум полчаса. И все. вот. Какой средний возраст подписчиков ты встречаешь? стихотворение. от 12 до 21. 22. Че так далеко идешь? Я просто иду в магазин, надеюсь, что там есть куриная грудка, хотя я прекрасно понимаю, что вероятнее всего ее там, блядь, нет. А мой рацион на завтра это куриная грудка. И поэтому мне придется суть по всему, когда после пробежки блин, валить в магаз за сраным, сраной куриной грудкой. Но в любом случае мне нужно купить овсянку, творог, молоко, фрукты. Хотя фрукты не рационально, конечно, покупать в том магазине, где я покупаю сейчас, точнее, где я буду покупать, потому что они там супердорогие, не стоят этих денег. Я могу купить фрукты и получше, подешевле. Сходка в начале августа. Все уста... О, господи. А теперь я опять хочу писать. Как жить? Хочу писать. Иду в шарку. Куда потом пойдешь? Пойду домой. Ой, там какой-то парень. Господи, надо купить очки. Ни хрена не вижу. Любишь роллы? Да. Особенно суткой. Я иду в магазин. Такие волосы длинные. Да. Супер, блин. Блин. Вот на этом месте, когда я возвращалась, я не помню, откуда было, 4 утра, короче, я думаю, блин, нужно купить что-нибудь на завтрак, потому что дома ничего нет, ни яиц, ничего. Пойду, думаю, за хлопьями и молоком. И ко мне подходит какой-то хач, и такой, сигаретки не будет. Я такая, не курю. Это было буквально дня 4 назад. Я такая, не курю. И он такой, может быть, секс? Я такая, чё? Я такая, до свидания. И он тут такой, я заплачу. Я такая, нет. Я, короче, я такая, слышь, ты пошёл нахер. И, короче, единственное, что мне оставалось, это убежать, потому что мы шли по пустой улице, где не было ни одного живого человека. Весёлая женщина, Шахотман. На улице очень жарко, если я иду в шортах, в майке, вообще, которая не майка, просто какая-то накидочка в виде майки. Считаю, я просто иду в лифчике по улице, и мне дико жарко. Я не классная. Я тварь. Меня нельзя любить. Я тварь. Но меня любят, потому что я классная. А ещё в магазине не ловит интернет, поэтому мне придётся закупиться и продолжить интернет сляться. Так что я пошла закупаться и помолитесь, чтобы там была куриная грудка. Люблю. Скоро вернулась. Купила сейчас покушать. Вот, покушать, попить. Ору. Короче, еду я сейчас такая из магазина. Извините за такую классную трансляцию, просто я сейчас воды открою. Короче, я там была грудка, но она была упакована в марте месяца, и она была жёлтого цвета, и я решила, что я лучше просто после пробежки схожу в магазин. Но я купила банан на завтрак, уже неплохо. И творог сейчас перекусить. Короче, иду я сейчас такая из магазина, достаю телефон, чтобы провести трансляцию, и идёт, блин, настоящая стюардесса в форме. Вот знаете, какие бывают реально стюардессы, типа, в прикиде своём, как в форме. Блин, я разговариваю, как какая-то умственно надстала. Вот меня это так раздражает, что как только включаются какие-либо трансляции, я сразу такая в настоящем своём прикиде, да? Короче, у меня это всё раздражает. Пожалуйста, можно не задавать вопросы про Ваню? Меня уже реально она осточертела это читать. Это не ваше нахер дело. Всё, финита, баста, закройте, блядь, рты, и можно вообще не поднимать эту тему. Спасибо за понимание. Задолбали. Если я, блядь, не отвечаю на эти вопросы, значит, я не хочу об этом говорить. Надеюсь, вы усекли, блядь, вопрос, и больше, точнее, ответ, точнее, мои слова, и больше этих тупых вопросов не будет в моём перископе, иначе я начинаю банить. Зы... Надоели. Я такая печка. Е... Всё, спасибо большое за понимание. Маленькие девочки, ваше дело сейчас учиться, а не задавать мне вопросы по поводу моей личной жизни. Супер, сука. Что с диетой? Мне, типа, чувак со... Ну, короче, чувак учится мной в универе, он предложил составить мне программу похудения, и я что-то ломалась, сломалась, а тут я такая, блин, а чё нет? Пофиг. Посмотрим, чё он составит вообще. Я созрела, ему написала, там, 1700 калорий в день, 1700, представляете? Я думаю, фига он мне там устроил просто это жировать мне. Ты, мофига себе. Я ему пишу такая, я ему позвонила, такая, типа, они жирно ли мне? Ну, типа, там, фруктики, бананчики, они же, типа, нельзя, он такой, типа, всё норм. Короче, диета вроде норм, по поводу физических, физических нагрузок, я не знаю, как бы, и он сказал, смотри сама, ну, как бы, физические нагрузки для меня не проблема. Он такой, гуляй много, ходи. Я такая, я бегаю, я такая, яс. Вот, не знаю, как говорится, не отпретил совершенствование. И он сказал, на ночь нужно кушать творог. Вот, сейчас пойду на ночь кушать творог и спать, голова раскалывается, просто капец. Иди в зал. Ну, сейчас, может быть, я куплю абонемент, просто сейчас лето, и когда тепло на улице, мне в кайф бегать на улице и там заниматься на улице, потому что, не знаю, такой я человек, привыкла, знаете, на сборах обычно, вы когда на сборы ездите, вы в зал не ходите, вы в зал ходите, только когда, ну, холодно. Вот, ты палишься, палюсь в чем? Сколько дней диета? Ну, я буду просто ей придерживаться. Он сказал, что я реально там почитала, она вообще не сложная, то есть, я просто буду нормально питаться, то есть, у меня не будет такого. Вообще, я к еде абсолютно равнодушна, у меня нет такого, что, типа, жрать хочу, типа, не могу. То есть, я ему говорю, ну, это реально уже даже слишком много, 1700 килокалорий, я просто только не съем. Он такой, ну, ты умеешь вместо, ты умеешь вместо, 150 грамм куриц, там, 100. Там все запеченное, вареное, то есть, для меня это вообще не проблема, то есть, я просто, в принципе, это вообще очень мало ем, и вот, весь мой, все лишнее на моем теле, это вода, которая задержалась, ну, как, задержалась в организме, типа, и немножко жирка, и вот за счет этого, как бы, моя фигура не идеальная. Ну, сейчас я две недель, месяцок, я, может, все лето вообще буду на диете сидеть, как бы, типа, я все равно сейчас буду летать, улетать, летать и прочее, 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 и уезжать все лето, все лето в разъездах, вот, короче, не знаю, живу на полную катушку, короче, вот, где занимаешься, может, встретимся, занимаюсь у себя, блядь, в соседнем дворе, на спортивной площадке, бегаю по ней, всякие упражнения делаю, приседаю, там, махи делаю, прихожу домой, качаю пресс, жопу, и прочее. Ксюша, маньяк сзади, о, нет, пожалуйста, мистер маньяк, не убивайте меня, можете только изнасиловать. Ладно, я шучу, у меня нет на районе маньяков, потому что, если бы были, они были бы моими друзьями, со мной дружат только психически нездоровые люди, нормальным людям со мной не место. Яс. Сними видео про свои тренировки. Да, я буду снимать, завтрашний день я начинаю вести, как бы, видеодневник, но я, как бы, подумала, что мне не имеет смысла выпускать это каждый день, потому что, вдруг, ну, как бы, диета, там, все это не подействует, я, как бы, это выложу только через месяц, если результат реально будет. То есть я замерила все, я взвесилась, и если результат там реально будет, и я похуде там на то количество килограмм, которое мне нужно, я выложу видео, где расскажу, сколько я весила, там будут фотографии в белье, типа, до и после, и прочее, прочее, прочее. Вот, так что, так и живу. Все, я, короче, пришла, сиську не оголила, это все просто, мальчик съехала. Что за вопрос был о личной жизни? Маленькие Шерлоки ищут дом Ксюши. Очень смешно, они все равно его не найдут. Все, ладно, всех люблю, всем пока. Я пошла кушать творожок и спать. Люблю, пока.